Добрый вечер! О новостях дня вам расскажут корреспонденты Бюро новостей Дайвича и я, Елена Чехомова. Смотрите в этом выпуске. Двери открыты, но не настишь. Как в Кирове работают торговые центры. Желательно, нечего им тут делать. Пусть дома молятся. В ожидании паломников. Жители Великорецкого не готовы принимать в этом году гостей. Отчасти этому поспособствовала и полиция. Дошки, муляли все, здесь груда, песка. Чудом никто не погиб. В одном из кировских домов крыша не выдержала очередного дождя. Как школьники помладше закончили учебный год на дистанционном и будем ли учиться очно в сентябре? К 1 июня парк Аполло преобразился. Что активисты успели сделать? В России разработали вакцину против коронавируса, которую можно будет закапать в нос. Проводится полномасштабное доклиническое исследование препарата. Его разработал Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в России ведется разработка 47 вакцин от коронавируса на 14 платформах. Всего за сутки в России выявлено более 9 тысяч зараженных. Это на 200 случаев меньше, чем днем ранее. Умерли 162 человека. Выздоровели почти 4000 человек. В Кировской области за сутки выявлено 58 новых случаев заражения, а также 24 бессимптомных случая. 25 человек в больницах в тяжелом состоянии. В отделениях реанимации и интенсивной терапии 12 пациентов. Семеро подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Общее число выздоровевших – 981 человек. Пока все ограничения из-за коронавируса в области не сняли. Это касается и розничной торговли. Однако шопинг уже стал доступнее. Открылись некоторые торговые центры. Причем двери открывают не только магазины с отдельным входом, но и торговые точки внутри помещений. Елена Шарыгина проехала по городу и выяснила, в каких условиях продают зоотовары, ювелирные изделия и многое другое. Пройтись между рядами с новыми коллекциями одежды, присмотреть обувь к лету и многое другое стилист Карина Дашук не могла в течение нескольких месяцев. С марта девушка гуляла исключительно по интернет-магазинам. Поэтому, узнав об открытии нескольких торговых точек в торговом центре лета, отправилась, так сказать, лично все посмотреть. Учитывая количество прибывающих зараженных каждый день и так далее, наверное, все-таки лучше воздержаться от походов по магазинам. Те торговые точки, которые работают в данном ТЦ, они в принципе снабжены антисептиками и табличками по поводу, где покупателям находиться, соблюдать дистанцию и так далее. Но все равно так и непонятно. Вообще непонятно, можно ли ходить в торговые центры, должны ли они работать. Выбор в торговом центре небольшой. Открыты около половины торговых точек. На каждом входе объявления о масочном режиме. Установлены стойки с антисептиками. Примерно такая же обстановка в торговом центре фестиваль. Эскалаторы перетянуты сигнальной лентой. Запасные лестницы закрыты. Большая часть отделов торгового центра не работает, но многие магазины открыты как пункты выдачи товаров. То есть на территорию торгового зала покупатели не пускают. Все расчеты и покупки проводятся прямо на входе. Но есть территории, на которые у покупателей доступ не ограничен. Это, например, гипермаркеты, магазин бытовой техники и электроники, зоомагазин и цветы. Из всех входов в торговый центр «Максимум» открыт только один. На дверях красуется объявление. Центр работает в ограниченном режиме. Внутри ограничения очень бросается в глаза. Будто линейкой провели. В этом торговом центре на первом этаже открыты примерно половина отделов. Но все они работают как пункты выдачи товаров, кроме аптеки. Также на втором этаже открыт магазин бытовой техники и электроники и салон верхней одежды. С того конца здания работают банкоматы. На сегодняшний день на территории Кирова действует первый этап снятия ограничительных мер. То есть торговые центры имеют право работать. Но только в том случае, если их торговая площадь со всеми отделами не превышает 400 квадратных метров. Еще необходимо полностью остановить работу фитнес-залов, салонов красоты, общепита и других мест возможного контакта людей, расположенных на территории торгового центра. Елена Шарыгина, Александр Брызгалов, Бюро новостей, Давича. Приютишь паломника, получишь штраф. Полиция предупреждает жителей Великорецкого о возможных последствиях общения с участниками крестного хода. Официально его в этом году не будет. Но по разным данным, некоторые паломники все-таки пойдут из Кирова до реки Великой. Предоставлять ночлег таким людям в этом году жителям Великорецкого запрещено. Впрочем, в селе и так не ждут гостей. Мой коллега Дмитрий Житарчук побывал накануне в Великорецком и готов рассказать, что думают местные о призывах отправиться в традиционное шествие. Сегодня вот я участковую принес. Я повесил, чтобы вы читаете. Уведомления от полиции на входе в дом. Что-то вроде заочного извинения перед паломниками. Мол, простите, полиция настоятельно не рекомендует пускать на ночлег верующих в этом году. Иначе местного жителя Александра Шустова и его соседей могут оштрафовать за нарушение санэпидзаконодательства. В прошлые же годы здесь на Осиноварии у Александра во время крестного хода размещалось по 80 человек. Тут ходит, не знаю, как они спят здесь. Ну, я все думал, потолок провалится. Александр – человек верующий, за себя не боится. Уверен, что паломников все равно в этом году будет немало. Пойдут по домам кипятка попросить или еще что-нибудь. Поэтому за пожилых местных жителей все-таки опасается. Хотя убежден на все воля Божья. Ну, как истинно, православные люди, которые вот, они к этому готовы встретить смерть в любой момент. Поэтому ничего страшного нет. Конечно, ну, я человек тоже, можно сказать, уже пожилой, старенький, я свою жизнь прожил. Я особо-то не боюсь. Просто я боюсь того, что как бы я другого кого-то не заразил. Ну, у меня жена медработник. И на работе регулярно, раз в неделю делаю тесты. Поэтому, если что, я первый узнаю. Так, желательно, нечего им тут делать. Пусть дома молятся. Хочешь узнать, что думают местные, иди в магазин. Пенсионерка Любовь Головина сюда приходит редко, живет далеко от торговой точки, закупается впрок. Но сейчас дело не только в расстоянии. Кто знает, сколько людей здесь появится в ближайшее время, рассуждает пенсионерка. А большого скопления людей после последнего крестного хода она старается избегать. Прошлый год в толпе. Мы постояли с внучкой, вот туда, выход к чану. И мы отхватили грипп, вот с такими симптомами, как теперь. Отболели. Я больше в толпу не хожу. Схожего мнения придерживаются и другие жители Великорецкого. Ну, говорят, идут, собираются. И в Кирове уже есть. Ну, я думаю, ничего хорошего. Но наши-то здесь все против. Тем временем в сети на тему шествия развернулась горячая дискуссия. В группе Великорецкого крестного хода одни призывают отправиться к реке Великой. Приглашаем вас всех на Великорецкий крестный ход. И один Христос поведет нас. Не бойтесь коронабеса, а веруйте в Христа. Другие, напротив, просят отнестись к ситуации со смирением. К тому же призывает верующих и митрополит Виатский и Слободской Марк. Людям, которые хотели бы приехать на Великорецкий крестный ход, их с каждым годом становится все больше и больше. Я бы хотел, конечно, порекомендовать им воздержаться в этом году, потому что соседние регионы, у них различная там обстановка эпидемиологическая. Жители Великорецкого очень надеются, что в ближайшие дни здесь будет так же немноголюдно, как сейчас. Но сами же в это не очень верят. Власти при этом напоминают тем, кто пойдет в крестный ход, что в случае чего надеяться можно будет действительно только на Бога. Полиция, спасатели, медики сопровождать крестный ход в этом году не будут. Не обработают от клещей вот эту всем известную поляну, где, как правило, проходят богослужения. Дмитрий Житарчук, Алексей Зырянов, Бюро новостей, Давиджи. В Кирове нашли вход в тайную комнату. Подземное помещение, предположительно, еще 19 века постройки, случайно обнаружили строители при ремонте теплосетей на улице Преображенской. Находкой уже заинтересовались историки управления культуры. Какое будущее ждет уникальный подземный объект, узнала Елена Шарыгина. Подземное помещение, два подземных помещения, параллельные друг к другу. Старая кладка, скорее всего, она соответствует датировке и соответствует постройке данных зданий. То есть, начало 19 века. Два дома на улице Казанской были построены для служителей Спасского собора. Поэтому имели связь, возможно, подземную, пояснил Михаил Ус, начальник управления охраной объектов культурного наследия. Еще одно предположение. На дворе не было места для хозпостроек. Вот их и увели под землю. И никакой это не подземный ход. Если вы посмотрите глубину залегания кладки, то вы увидите, что она недалеко уходит от окон цокольного этажа здания. Соответственно, она была не настолько глубоко под землей. То есть, есть вероятность, что она была и открытая, и по ней, может быть, даже ездили через эти ворота. Высоту помещения примерно 2,5 метра. Точное их предназначение с первого взгляда не определить, говорят эксперты. В 70-е годы тут проложили коммуникации. И, собственно, если бы не эти трубы, помещения бы не обнаружили. После коммунальной аварии яму засыпали песком, и он начал пропадать в недрях земли, вспоминает Марина Рогачева, сотрудник ресурсоснабжающей организации. У меня первый раз. А так каждый раз то, что обращаемся в ТРУ сразу же, чтобы они уже подсказали, куда обратиться. Ну вот, пока не решим вопрос с Михаилом Валерьевичем, что конкретно решим делать с комиссией. Подземелье временно закрыли от любопытных глаз и невнимательных пешеходов. Сейчас будут выяснять, что делать дальше. Либо законсервировать, либо сделать доступным для посещения кировчан. Несколько лет назад, примерно в 2013 году, при строительстве домов в заречной части города, строителями было обнаружено подобное подземное пространство. Предположительно, это был подземный ход или дренажные колодцы. Но из-за плохого состояния находки ее пришлось засыпать для ее же сохранности. В исторической части города под землей таится немало загадок и сюрпризов, убеждены историки. И никто не знает, где в следующий раз старая вятка вновь откроется новому поколению. Елена Шарыгина, Александр Брызгалов, Бюро новостей Давича. При этом более современные объекты в Кирове разрушаются на глазах. В подъезде дома на Блюхера 18А рухнул потолок, а все из-за дырявой крыши. Со слов местных жителей, дожди уже три года подтачивают ветхие стены. Видимо, в первый летний день час икс настал. Что будет со зданием и людьми, расскажет моя коллега Евгения Бакина. Сегодня в подъезде дома на Блюхера 18А рухнул потолок. К счастью, никто не пострадал, но на месте потолка теперь большая дыра с видом на крышу. Последствия ЧП сегодня убирали сотрудники, управляющие компанией. Понадобилось два часа. Все, что упало, обломки и кирпичи, лежат в мешках у входной двери. А мелкий мусор выметает Сергей Русских. Во время обрушения его не было дома. Когда вернулся со смены, обомлел. Даже не мог нормально подняться до своей квартиры. Доски валялись, все. Здесь груда, песка. Вот так по стенке до квартиры доходил. Капа, врачи не было, что не зайти в подъезд был вообще. Не понимает женщина, а где сотрудники были раньше. Жильцы не раз обращались в свою управляющую компанию Ленинского района. Говорили о том, что потолок скоро рухнет. Особенно в последний месяц над головами людей нависал пузырь и штукатурки. Тут такая голубая висела. Но реакции никакой. Теперь Марина Барбарина боится за счетчик. Любое попадение воды и дом останется без света. На площадке у нас на весь дом щиток стоит. И как раз над ним вот эти дыры сейчас. Замкнуть ведь все, может загореться. Причиной обывала стала дырявая крыша. Люди не могут добиться ремонта кровли третий год. Теперь гадают, а заделают ли во втором подъезде потолок. Рабочие вроде как пообещали что-то сделать, но при условии, если найдут материалы. Вдойдут факт. И мы для точного ответа позвонили в управляющую компанию. В таком случае эксперты в сфере ЖКХ советуют обращаться в государственную жилищную инспекцию. Сейчас жалобу можно написать в электронном варианте. В Кировской области задержаны участники экстремистской организации. Установлено, что строя жителей Кирова организовали филиал запрещенного объединения и вовлекали в него все новых участников. В запрещенной организации пропагандировали насильственные изменения основ Конституции, возбуждение социальной, национальной и религиозной розни, нарушение прав и свобод человека, воспрепятствование деятельности органов власти, массовое распространение экстремистских материалов. При участии Управления ФСБ, Полиции, Росгвардии и Следственного комитета подозреваемые задержаны. В ходе обысков обнаружены и изъяты экстремистские материалы. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Организация деятельности экстремистской организации». Задержанным предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Трое жителей города Кирова организовали на территории региона деятельность запрещенной в судебном порядке экстремистской организации Межрегиональное общественное объединение «Союз славянских сил Руси». Во взаимодействии с сотрудниками УФСБ России по Кировской области, СОБРом, Росгвардии и Следственным комитетом деятельность данной организации полицейскими была пресечена. Подозреваемые задержаны. Подросток спровоцировал ДТП на перекрестке в Кирово-Чепецком районе. Все произошло на 22-м километре южного обхода. 17-летний молодой человек, управляя «Жигулями» 99-й модели, на нерегулируемом перекрестке врезался во встречную «Ладу-Гранту». По предварительным данным ГИБДД, подросток был в состоянии алкогольного опьянения. В результате аварии четыре пассажира «Лады-Гранты» получили травмы. Среди них две девочки, 4 и 11 лет. О происшествиях в других регионах смотрите далее. Беспорядками и стычками с полицейскими закончились массовые демонстрации в Вашингтоне напротив Белого дома. Протестующие жгли американские флаги. В стражей порядка летели бутылки с водой и другие предметы. Правоохранители использовали против митингующих след заточивый газ и светошумовые гранаты. Участники акции протеста держали в руках транспаранты с надписью «Нет справедливости, нет мира». Офисное здание рядом загорелось. Видео выложил один из местных жителей в соцсети. Байкер чудом выжил в серьезной аварии в Санкт-Петербурге. Мотоциклист перелетел через капот легковушки и упал в нескольких метрах от места ДТП. Все произошло на восьмой линии Васильевского острова. Белый автомобиль поворачивал во двор. В этот момент в него врезался мотоцикл. От удара мотоциклиста выбросило из седла. Он пролетел через капот машины несколько метров и упал на асфальт. Пользователи в соцсетях сошлись во мнении, что мужчина может отметить свой второй день рождения. Псевдоколдунья обманула студентку в Москве и украла драгоценности и деньги. В полицию обратился мужчина. Он рассказал, что к нему в квартиру пришла незнакомка. Дома находилась его дочь. Женщина попросила воды и хлеба, а после убедила девушку дать ей драгоценности для проведения ритуала. Она попросила принести ненужное постельное белье и ножницы. Незнакомка разрезала белье, положила сверху конверс с деньгами и украшениями. А после сказала, что ценности нужно положить в подушку и зашить. И до пяти часов вечера не трогать. В пять вечера девушка достала подушку, разрезала ее. Ни драгоценностей, ни денег там не было. Возбуждено уголовное дело. Сейчас ненадолго прервемся. Впереди много интересного. И вот о чем мы расскажем во второй части нашего выпуска. Хочешь новый двор? Отправь заявку. В Кирове принимают документы на участие в программе формирования комфортной городской среды. Как школьники помладше закончили учебный год на дистанционном? И будем ли учиться очно в сентябре? К первому июню парк Аполло преобразился. Что активисты успели сделать? Это «Давича» и мы продолжаем. Прием заявок на благоустройство дворов открыт. С сегодняшнего дня кировчане могут подать документы на участие в программе формирования комфортной городской среды на 2021-2024 годы. Напомню, этот проект реализуется в городе Кирове с 2018 года. За это время кировчане привели в порядок больше сотни своих дворов. Для участия в программе необходимо подать заявку в территориальное управление, к которому относится ваш двор. Заявки принимают до 17 июля. После специальная комиссия будет рассматривать документы всех участников. Заявки с ошибками или низкими баллами перенесут на следующий год для первоочередного благоустройства. Учебный год закончился для учеников младших и средних классов. Символично – Всемирному дню защиты детей. Увидеть свои оценки можно через электронный журнал. Родители могут самостоятельно проставить их в обычные бумажные дневники. Каким выдался конец этого учебного года и какие планы на будущее, узнавали мы с оператором Алексеем Зыряновым. Плакаты, объявления, отчеты – все в школе заканчивается в феврале. И главное, что сейчас интересует и учителей, и родителей – это то, начнется ли осенью нормальная очная учеба. И появится ли здесь в сентябре вывеска «Здравствуй, школа». Опасения на этот счет пошли из соцсетей. Так, в Кировской группе ВКонтакте выложили постановление главного санитарного врача России. Здесь идет речь в том числе и о дистанционном обучении. И главное, на что обратили внимание родители, что действует документ до начала 2021 года. Отсюда появились сомнения, а не будет ли осенью-зимой дистанционки. Я против этой учебы, я от этой учебы устала, дети устали, я реву, дети ревут. Я отказываюсь от такой учебы. Я соглашения подписывать не буду, как мы нынче подписывали на онлайн-учебу, я уже не буду. К такому выводу пришла многодетная мама Екатерина Головина. Женщина и ее дети не нарадуются, что дистанционный учебный год наконец окончен. Осталось только проверить и сдать учебники. Но эмоций и воспоминаний хватит на годы. У школьников один компьютер на двоих. Была проблема с просмотром видеоуроков. И дети есть дети. Пока родители на работе, еще не туда задания отправят. Дети постоянно на телефоне звонят, что, как, мы не понимаем, новая тема. Как проходила новая тема? Новая тема – это видеоурок. Послали видеоурок, как написала учительница, вы не поняли, посмотрите второй раз. Не поняли, посмотрите третий раз. Но задание до пяти вечера должно быть выполнено. Как дети одни до пяти вечера смогут эти уроки сделать. Были, конечно, из-за этого и плохие оценки. Больше всех переживает за будущий учебный год старшая – Василиса. Она окончила начальную школу и впереди среднее звено. Много разных учителей, которых она еще даже не видела. Еще ничего не понимаю, сколько там может сообщества. Можно будет запутаться там везде. С электронной почтой я вообще не дружу, не умею ей пользоваться. Было раньше ВК, там это было хорошо. Вайбер, Ватсап – там удобно. Там отправил еще и лично электронку. Там может не доходить. Там может быть отправлено тому учителю. Надежда умирает последней. Поэтому верим, что все-таки 1 сентября мы начнем учебный год. Учителя не меньше родителей хотят вернуться к нормальному, традиционному обучению, уверяет преподаватель английского Маргарита Валентиновна. В этом году она провожает свой пятый выпуск. И впервые за 40 лет стажа. Вот так, на расстоянии, проведет с ними последний звонок. Мне так жалко своих детей. Они все на нервах. Я на нервах. Конечно, жалко, что такая ситуация вышла. Что им так вот... Нет у них эмоций, не будут этих эмоций, которые переживают обычно выпускники, стоя на линейке, в белых фарточках, перед школой своей любимой. Ну, в таком виде, в каком сейчас мы два месяца учились, так учиться нельзя. А если продолжение будет необходимо, надо учесть все огрехи этого года. Так видит ситуацию директор школы Игорь Олин. И прежде всего решить технические проблемы. Есть ли на это деньги у родителей из школы? Или будет какая-то федеральная программа? По телефону учеба – это ненормально. То есть, хотя бы, чтобы был ноутбук или компьютер стационарный, в половине, больше, чем в половине семей, этого нет. Скорость интернета у нас мала. Даже вот по школе здесь, несмотря на то, что у нас вроде бы... Ну, когда-то она считалась очень хорошей скоростью, но когда все мы подключаемся к интернету по школе, то она очень медленно. И видео, например, материалы, она уже практически не грузится. Но даже если техника будет на высоте, все герои сюжета сходятся в одном. Учебный материал этой весны нужно будет проходить практически вновь. И это не получится сделать осенью в дистанционном формате. Ко дню защиты детей парк Аполло преобразился. До 1 июня активисты, как и планировали, убрали мусор, заменили часть светильников, покрасили забор, а также снесли ступеньки в кирпичные башенки. Но не все задуманное удалось реализовать. Причина – пандемия. Как преображается общегородское место отдыха для детей, расскажем в нашем следующем сюжете. В День защиты детей в парке Аполло впервые зазвучала музыка. Это мелодии из знаменитых советских мультфильмов. Под знакомые ноты играют в шахматы студенты. Говорят, им нравится сюда приходить. Здесь очень красивый парк, здесь очень тихо. С ребятами играем в мафию, футбол играем на коробке. То есть тут все есть для развлечений, для отдыха. А чтобы в этом парке было еще больше детей, активисты российского детского фонда начали благоустраивать сквер. В числе волонтеров – шоумен Руслан Мамедов. Его девиз «Никто не сделает, кроме нас». Поэтому и взялся за работу. И показал, что удалось за месяц реализовать. В первую очередь убрали мусор. Заборчик этот весь выкрашен. Видите? Вот заменены все таблички, которые были граффитистами разрисованы. Оформлен вот этот стенд, который говорит о том, что у этого парка теперь есть, скажем так, адресат. Я бы назвал это адресат, поэтому сюда можно позвонить. Даже свой сайт разрабатывается. А еще выпилили аварийные деревья. Теперь в сквере стало светлее. Покрасили перила в черный цвет. Частично заменили светильники. И даже помыли шампунем пешеходные дорожки. Честно вам скажу, у нас здесь не Европа. И не принято мыть асфальт. Но я вам хочу сказать, что в следующий раз мы еще сильнее вымыем. Нам нужно вымыть бордюры и покрасить их. До первого июня активисты хотели завести сюда песок. Но из-за пандемии задуманное не реализовали. Так как поставки отменены. Но возможно, к дню города песочницы будут заполнены новым песком. В песочницу жирафов. И вот здесь очень красивая площадка для детей с ограниченными возможностями. Видите, пандус? Раз песочница и два песочница. А еще активисты мечтают преобразить два фонтана, так как их сложно содержать. Волонтеры планируют на их месте клумбы. Причем в необычном стиле. Выложить грунт и засадить голубыми незабудками. Пусть символизирует море. Ну а здесь мы, конечно, восстановим алая паруса, символ нашего города. Привести в порядок жирафов, согласно сметям, на их реконструкцию нужно более 80 тысяч рублей. Пока это в планах. К дню города активисты планируют привести в порядок амфитеатр. А именно вот эти вот скамейки, на которых любят сидеть ребята. Но загвоздка в рабочей силе. Активистам не хватает волонтеров и денег. Поэтому в российском детском фонде ждут любой помощи от кировчан. Будут рады всему. Если вы хотите помочь, то можно позвонить по телефону 753 753. А в скором времени у парка появится свой сайт apolopark.ru. А музыка в сквере теперь будет звучать все лето с 9 до 8 вечера. На этом я с вами прощаюсь. Напомню, что вы можете делать новости вместе с нами. Для этого звоните по телефону 38 48 88. С вами была Елена Чехомова. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!